Всем привет! Меня зовут Ерморенко Игорь. Вы смотрите видео дневник день за днём. День у нас сегодня 11 августа 2014 года. День недели понедельник. Время сейчас около 11 часов вечера. Пью Ессентуки 17. Сейчас объясню почему. Хорошо идут. В общем, нанял я себе чай. Уже даже задумал попить его. Включил камеру, а там одно деление. Только начал записывать видос, и камера у меня умерела. Пришлось её поставить на зарядку, чая выпить с печенюшками и пить теперь Ессентуки. Хотел бы дать небольшой комментарий по поводу двух моих видосов. Даже не двух, а нескольких видосов. Где я там стебусь, глумлюсь, скажем так. Вот они, значит. Вышел заяц на крыльцо. Почесать своё яйцо. Ну и, соответственно, августовский дождь. Где тут они? Слова из касты. Тут дизлайков немерено, короче. Какой будет мой ответ? Он, этот ответ, на самом деле, у меня есть. Уже висит, я не знаю, полгода, наверное, на моей страничке, да? Вконтакте. Так, Игорь Юрьевич Ерморенко. Вот, пожалуйста. Делай то, что тебе хочется. Всё равно тебя будут осуждать до конца твоей жизни. Джонни Дэв. Соответственно, я делаю то, что мне хочется. Меня всё равно будут осуждать, да? До конца моей жизни. Так что... Все ваши негативные комментарии. Ну там, не всех, конечно. Все негативные комментарии, дизлайки там. И всё остальное пролетает мимо. Так же, как и лай мелких собачек. В народе их называют шавок, короче. Ну так, просто на будущее. Так, как день сегодня прошёл, в принципе-то? Ну, вы знаете, после... После всех этих выходных, бешеных, с потерями паспорта, с терянием памяти, со всем остальным, да? Ой, какая-то депрессуха была сегодня. Сегодня ездил в город Покров, Владимирской области. На проверку оборудования, товаров обороте и земельного участка. Вот, в общем, всё это дело проверил, промониторил, приехал обратно. И после рабочего дня решил приобрести себе туфельки. Да, у меня тут новые туфельки. Опа! Приобрёл я их в этом. Оп-хоп-хоп, куда поставить, чтобы видно было. Вот, приобрёл я их в Гагаринском торговом центре. Вот такие неплохие туфельки, мне нравятся. Норд, Валл-Стрит, Лайн. Магазин называется... Рефлекс, что ли, или что-то... Или Перфект, короче. Не помню, я там уже покупал свои. Вот эти туфли, они прослужили у меня ровно год. Но они, видите, уже уничтожились. Да, в них ходить уже нельзя. Поэтому новые туфельки. Так. Цена этих туфлей, конечно... 5-600, в общем, они стоят. Я, конечно, рассчитывал на 4 тысячи. Сколько стоили те старые туфли. Ну, ладно. Что-то эти понравились, решил эти взять. И, в общем, приобрёл себе ремешочек. Так, 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 так. Хоп-па. Хоп. Ну, как утверждает продавец, чистая кожа. Такая бляшка. Та-да-да-дам. Хоп-хоп-хоп. Что тут у нас написано-то хоть? Севара Элит. Ну, хрен его знает, сколько он прослужит мне, да? Предыдущий ремень прослужил около года. И, зараза, лопнул. Где он лопнул? Где-то вот здесь он лопнул. Вот, пришлось купить. Так, этот ремешочек стоит со скидкой 2-100. Ну, что-то тоже как-то это... Такая цена, прямо, если честно, я... Первый раз в жизни я такой ремень покупаю дорогой. Обычно я рублей за 700, за 500 приобретал ремешки. Вот, а сейчас что-то решил как-то это... Видимо, все из-за плохого настроения, да? Ну, и, в общем, на туфли и на ремень у меня ушло там сколько? 7. 7-700 получается, вообще, жесть. Ну, ладно, думаю, переживу. Ничего страшного. Посмотрим. Вот. Ну, в принципе, и на этом все. Погнал сегодняшний прошел, в принципе. Слово в принципе, ну что такое? Ты смотри, а. Слова-паразиты меня просто одолевают. В общем, ладно. Всем пока, всем удачи, всем спасибо за внимание. Приобретайте туфли вместе с ремнями. И будет вам счастье. Аривидерчи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова